Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмилы. Сами я, Артур Идиатулин. Сегодняшний обзор я бы хотел посвятить ситуации в китайской экономике, в частности, судьбе национальной валюты Китая и Юаня, которая сейчас борется против доллара, и пока получается у него это не очень хорошо. 15 августа после длительного затяжного снижения он все-таки смог навязать борьбу и отыграть некоторые потери против доллара. Новостным катализатором для этого послужило сообщение о том, что Белый дом сообщил, что Китай и США все-таки проведут переговор на низком уровне по поводу налаживания торговых связей, но, как заявил Трамп, ожидания у него по этой встрече очень низкие. Также я бы хотел рассмотреть поведение китайской войны через призму динамики рынка бандов, китайского рынка бандов, который, вы знаете, сейчас переживает большой, не большой, но достаточно серьезный кризис, на нем растет количество дефолтов. Как китайская экономика докатилась, дошла до такой ситуации, и почему фирма полагается так сильно на долговое финансирование, и почему сейчас не могут рассчитаться по долгам, вот об этом я бы сегодня хотел с вами поговорить. Для начала я бы хотел, ну, начну я обзор с следующей картинки. Вот здесь изображена структура активов домохозяйств по странам, то есть, как домохозяйство, где держат свое богатство, в каких активах. Например, сравнивая Китай и США, можно заметить, ну, сразу бросается в глаза четкое различие, это распределение активов между фондовым рынком и наличным, соответственно, красный бар – это наличный, и синий бар – это фондовый рынок. Китайские домохозяйства считают своим основным активом кэш и держат в нем около 72% своего богатства. Второе, как США, доля денег занимает всего лишь 14%. Но фондовый рынок, акции американских компаний пользуются большим спросом у американских потребителей, у американских домохозяйств, поэтому они вкладывают в них 42% своего богатства, второе, как в Китае, показатель составляет всего лишь 9%. Получается, что, несмотря на вину китайских инвесторов в надувании ликвидации пузыря в 2015 году, когда в этом году с февраля по июне акции китайских компаний выросли на 68% и затем потеряли 49% за буквально 6 последующих месяцев. То есть, прослеживается, все равно, несмотря на такое поведение на фондовом рынке в Китае, общее недоинвестирование, согласно вот этой данной картинке, статистике, оно очень высоко. Это можно объяснить еще остатками, некоторым эхом административного управления в китайской экономике, которое все равно, несмотря на какие-то рыночные элементы, продолжает работать под директивными методами. И для правительства стало предпочтительно, скорее всего, управлять сбережениями домохозяйств через банки, которые, опять же, явно или не явно подконтрольны государству. Мы можем рассмотреть для этого денежные агрегаты, чтобы посмотреть, как происходило изменение депозитов населения в банках. И для этого мы рассмотрим с вами, например, агрегат М1, который составляет у нас наличные плюс депозиты по требованию. Это самые ликвидные виды денег. И рассмотрим с вами агрегат денежный М2, который представляет собой М1, плюс еще и сберегательные депозиты. То есть, те депозиты, по которым конкретно начисляются проценты. Так вот, в 2010 году, если сравнить соотношение М2 к М1, то оно составляло 2,58%. То есть, М2 превышал М1 в 2,58 раза, в то время как в 2018 году, если мы сравним, то показатель М2, если мы разделим 25 миллионов примерно, разделим на 8 миллионов, то и получим показатель в 3,21. То есть, М2 превышал показатель М1 в 3,21 раза. Это говорит о том, что депозиты населения в банках, они росли опережающими темпами, чем общее увеличение, будем так говорить, денежной массы. И получается, что дарить китайцам игрушку в виде фондового рынка власти не спешат. Они направляют основные сбережения в банки, пока не стремятся развивать свой фондовый рынок, как, например, это происходит в США. Ведь, как бы, в период стремительного роста доходов, в этот период управление каналом сбережения административным методом позволит направлять, как бы, огромные средства в нужное русло. А во-вторых, как бы, избавит монетарный орган китайский от каких-либо фондовых пузырей на рынке. Ну, это вот такой, скорее всего, был замысел китайского правительства. О том, что ситуация на фондовом рынке не волнует монетарный орган, как бы, об этом говорил Народный банк Китая. Он выразил, он не выразил особого беспокойства по поводу того, что происходит на фондовом рынке, о том, что голубые фишки просаживаются. И поэтому заявил, что он будет осредащивать внимание на каких-то других показателях, но не на фондовом рынке. Ну, и на фондовый рынок. И в каких же случаях, тогда возникает вопрос, в каких же случаях фондовый рынок должен интересовать регулятор, да, когда регулятор должен обращать внимание на него. Это должно происходить только в тех случаях, когда доля сбережения населения, как бы, сидящая на фондовом рынке, она велика. И, получается, обвал на нем может резко сократить себокостояние, что если отразится на потреблении, изменит его структуру, это все как раз-таки происходит через эффект дохода. Обычно тогда же растет и рискофобия в принятии решения по товарам длительного пользования, то есть страдают покупки, например, по недвижимости, автомобилей и других дорогостоящих товаров. Конечно же, такая головная боль регулятору точно не нужна, особенно когда экономика сейчас Китая переживает трансформацию в сторону потребительского роста. То, что для китайского правительства предпочтительно направлять сбережения через банки, финансировать экономику именно с традиционным банковским методом, это также заметно через неразвитость других каналов, например, взаимных фондов. Вот пенсионным фондам, да, где также аккумулируются большие средства, до 2015 года не разрешалось покупать акции на фондовом рынке. Инвестиции, в общем, на фондовый рынок были сильно ограничены, но и сейчас происходят лишь дозированные упрощения в доступе к нему. Китайским инвесторам было запрещено покупать акции также на зарубежных рынках до недавнего времени. Как следствие, это порождало перекос в структуре капитала компании, то есть, если сбережение населения направляется преимущественно в банки, то, следовательно, компаниям приходилось прибегать в большинстве случаев или к долговому финансированию, или к собственному капиталу. Причем долговое финансирование, естественно, поступало из банков, и избыток средств, а также директивные методы снабжения кредитом порождали у банков известные агентские проблемы, когда между банками отсутствует какая-либо конкуренция, и у них были просто поставлены задачи обеспечить кредитом компании и так далее. И поэтому они, возможно, неверно оценивали риски, когда выдавали деньги в кредит. И компания по снижению, когда власти все-таки опомнились и начали проводить компанию по снижению финансового рычага, она была начата в 2014 году, тогда власти допустили дефолты, и стоит заметить, что это пробоина, это просчет, который они допустили. Ну, как просчет, это была вынужденная мера, да. Эта пробоина, как бы, оказалась критической для правительства, которую сейчас они до сих пор не могут закрыть. Чтобы предотвратить дальнейший рост дефолтов, количество которых увеличилось на треть первых четырех месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом, правительство сейчас должно решить или вновь позволить наращивать рычаг посредством увеличения ликвидности в банковском секторе, либо поддерживать экспортеров через увеличение выручки в юанне. Сдерживать дефолты было бы неразумно, учитывая скорость, с которой местный рынок бандов улучшается в качестве. Вот есть кредитное агентство DAGONG, это местное китайское кредитное агентство, которое сортирует банды по их качеству. Как вы видите, уровень темпы снижения качества, то есть те банды, которые переводят на более низкий уровень, эта скорость перехода резко увеличилась, как раз таки говорит о том, что доходность будет на китайском рынке бандов расти, и, соответственно, спрос будет на эти банды падать. То есть китайские компании будут все сложнее финансировать какие-то свои операции. За предыдущий год дефолт объявили 18 компаний, в тремя как за 6 месяцев этого года по долгам не смогли рассчитаться уже 12 фирм. Новости о новых дефолтах, несмотря на снижение Народного банка Китая, межбанковской ставки и нормы резервирования для банков могут все-таки вынудить власти склониться в пользу обесценения юаня в качестве одной такой большой масштабной меры для поддержания кредитоспособности фирм. В свою очередь ужесточение монетарной политики будет оказывать давление на банковский сектор, ведь сложности с кредитованием придут, естественно, к сжатию прибыли в банковском секторе. Как банкам, естественно, приходится нести издержки в виде выплаты процентов по депозитам, поэтому им нужно поддерживать какие-то сейчас темпы кредитного расширения. Поэтому ужесточать политику банк, ну, регулятор в Китае, естественно, не сможет. В свете нарастающих проблем в китайской экономике, которые, скорее всего, хуже проблем 2015 года, властям предстоит провести еще более, скорее всего, провести еще более резкую девальвацию юаня, чем 3 года назад. Самой очевидной сделкой на этом фоне, скорее всего, является шорт золота, как вы видите, оно до сих пор продолжает тесно ходить за китайскими юанем. И сегодня, как раз-таки, или завтра будут известны детали переговоров между Китаем и США, и, скорее всего, если эти переговоры разочаруют рынки, то золото последовательно следует за юанем также в снижении. Вот, на сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в пятницу.